Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua Хочу продемонстрировать вам интересную модель под названием GT-E9502 Называется у нас эта модель на сайте В общем, модель является копией Samsung S4 Как по мне, копия очень удачная Как по внешним данным, внешним характеристикам Так и внутри очень даже ничего Значит, выпускается данная модель в двух цветах Такой темно-синий и белый Отличительными особенностями данных моделей Можно считать внутренность То есть, внутренность эта модель имеет две симки Ну, вот так вот захотелось китайцам Значит, смотрим Вот, одна симка, вторая симка и microSD карточка Белый вариант имеет внутри одну симку По всем остальным техническим характеристикам Разрешение экрана, процессор, прошивка внутренняя Эти модели полностью идентичны Вот, одна сим-карта и слот под microSD карточку То есть, внутри они даже немножко по-разному сделаны То есть, вот здесь microSD в эту сторону смотрит Здесь в эту сторону То есть, ну, вот такие вот они внутри Смартфон вот в такой вот коробке Здесь есть вот название GTE 9502 Особо тут каких-то таких Интересных моментов нет В комплекте у нас поставляется Это USB кабель Это гарнитура Это зарядка Переходничок Когда ложат, когда нет И два аккумулятора Аккумуляторы у нас на 2600 Ну, это немножко фейковые данные Я об этом расскажу чуть позже Внешне, конечно, модель меня впечатлила Производитель заявляет разрешение Точнее, размер экрана 5 дюймов Но все программки и все тестеры, которые я тестировал Данную модель показывают у меня Что размер экрана здесь составляет 4,7 дюйма Очень внешне мне нравится модель Очень тоненькие рамочки вокруг экрана Вот эти все датчики сверху Они все работают Датчики приближения, датчики движения руки Фронтальная камера Динамик Тут есть у нас сенсорная кнопка назад Меню Механическая кнопка домой Качелька громкости Разъем под наушники Микрофон раз Микрофон два Это что такое? Не знаю, если честно Так, тут кнопка включения-выключения Здесь защелочка под открытие крышки Снизу микро-USB разъем Тут у нас идет решетка под динамик Камера и вспышка Хочу сказать, что обе модели выполнены Вот в таком вот корпусе Корпус вот такой вот рифленый Насколько я знаю, такой как у оригинального S4 То есть здесь вот эти все рифленности есть Оно не шершавое, но просто вот под стеклом такое Или стекло само по себе такое Белый вариант тоже имеет эту рифленность Вот ее видно Сзади тоже он не просто белый Так, пусть сфокусируется Вот видно То есть внешне модели очень мне понравились Я тестировал и белый вариант И темно-синий То есть Обзор буду снимать на белом Тесты аккумулятора проводились на синий Мне так было удобнее Значит, какую же начинку имеет данная интересная модель С этим нужно разбираться Потому что это не так просто Во-первых, почему? Потому что стандартный заводской Antutu Который тут стоит в прошивке Он запилен таким образом Чтобы отображать эту модель как Samsung S4 И поэтому все технические характеристики Вот вы видите, что здесь показан Full HD Разрешение, частота процессора Встроенная оперативная память Это все фейк Значит, что я выяснил Во-первых, размер экрана Составляет 4,7-4,6 дюймов Разрешение экрана Составляет 960 на 540 Эти данные можно посмотреть Вот в данном тесте Сейчас вам продемонстрирую Вот, смотрите 960 на 540 4,6 Значит, тут стоит обычный MTK6589 С обычной частотой 1,2 ГГц Оперативная память у нас здесь Составляет 1 ГБ Встроенная память здесь составляет 4 Вот, показано, что ее там 12,98 Но у меня на встроенной памяти здесь ничего нет 368 И плюс 1,77 Вот Когда я вставил карточку на 16 ГБ Мне показалось, что я вставил карточку на 30 и 30,81 Из них было сразу же занято где-то 15 И 16 было доступно То есть, ну, вот такие небольшие баги в прошивке, конечно же, имеются Потому что модель запилена именно под, ну, оригинальную Чтобы, не знаю, чтобы, может быть, продавать его там Как-то вскрытую, что это оригинальная модель Но нет ни логотипов, нигде ничего Значит, количество точек прикосновения здесь в данной модели Давайте посмотрим Их 5 Оно не слишком видно было Но их здесь 5 Значит, датчики Какие датчики есть в данной модели Во-первых, есть рабочий GPS Об этом чуть позже Wi-Fi, Bluetooth, само собой Акселерометр, датчик приближения Вспышка Ни гироскопов, ничего подобного здесь нет Хочу сказать о прошивке Прошивка здесь 429 Android Это мы можем просмотреть вот таким вот образом То есть он действительно 429 Прошивка стилизирована под оригинальный S4 Samsung То есть есть вот такая вот шторка приложений быстрого запуска Есть вот такой вот образец тоже быстрого запуска Все вот эти вот кнопочки Можно вызывать меню Можно вызывать вот такое вот меню То есть где отображаются все запущенные приложения и тому подобное Внутри вот такая вот есть анимация интересная Внутри тоже все стилизировано под Samsung S4 В принципе, это мне нравится Прошивка работает довольно-таки быстро Иногда бывало такое, что у меня немножко подвисал телефон Закономерности не находил То есть, ну, перезапускал его А так, в принципе, нареканий у меня нет По прошивке Прошивка мне понравилась Плюс вот эти все фишки типа там разблокировки Вот с такого этого движения Плюс обои на рабочий стол Тоже формата Samsung То есть они все вот такие вот красочные Шарики разноцветные То есть, ну, под формат S4 Что также можно сказать о дисплее Дисплей у нас IPS-матрица Это однозначно Размер, как я уже говорил 4,6-4,7 дюйма Значит, запас яркости у нас Не слишком велик И я заметил, что Вот смотрите Это минимальный, вот это максимальный уровень яркости Я когда делал сравнение Samsung S3 и JAU G4 или Lenovo Я заметил, что у Samsung более-таки темные тона Сам дисплей более темный У JAU был такой более светлый То есть более холодные тона Вот здесь я вижу, что здесь также более темные тона И Почем я это могу определить Вот была у меня одна картинка На которой я заострял внимание Это вот этот вот цветок То есть на Samsung Вот эти вот тона По бокам Они были темные Именно темные То есть в точности Как это видно сейчас здесь На JAU G4 Эти тона были как светлые Они немножко подсвечены были Просто-напросто Также Экран очень яркий Такой Насыщенные такие цвета Но Углов обзора Как по мне Не хватает То есть это не тот экран Который допустим У ZOPO 980 То есть Этот экран Однозначно проигрывает И Это видно Это видно Вот когда углы обзора Мы начинаем Хотим посмотреть То немножко это все видно Также можно продемонстрировать Углы обзора Вот на этой картинке То есть Ну я вот даже не на камеру Я смотрю И ну немножко Немножко не то То есть Когда я переворачиваю Он немножко уходит Но в целом Экран Если Скажем так Говорить о цене Данного аппарата Очень достойный И Первый раз взяв в руки Можно подумать Что в руках держишь Оригинальный С4 Отчасти По техническим возможностям Данная модель В принципе Способна Запускать Работать с любыми Программами Со всем чем угодно Но Во первых По поводу Видео Видео Запускает данная модель Без проблем Запускает она Видео формата Обычного То есть 720p Сейчас продемонстрирую Вам это Звук Кстати Довольно таки Тихий То есть Вот это максимальный Уровень громкости Данной модели Обычные программки Такие как MX Player Не хочет Запускать Видео Формата Full HD Поэтому Я вот установил Вот такую программу Одна единственная Которая мне Запускает Full HD Картинку Так Сейчас без звука Но запускалась Оно у меня со звуком Вот То есть Это Программка Которая Единственная Запускает У меня Full HD Идем дальше Говорить о том Что Данная модель Может работать Там с браузерами С Ютубом Это само собой Понятно Я этого показывать Не буду Есть одна Особенность У данной модели Вот есть Вот такой вот Датчик Здесь Датчик движения Это Позаимствовано У Оригинальных Самсунгов Начиная с Третьей серии То есть S3 S4 Note 2 Note 3 Все эти модели Имеют эту функцию Значит Работает Ну то есть Это датчик движения То есть Я могу рукой проводить И он проводит И он перелистывает Страницы Но Что я заметил Я вам скажу Это не особо Удобная функция То есть Во первых Эта функция Может даже мешать При нормальном Пользовании Когда я допустим Беру телефон Вот так вот Допустим Переворачиваю Я уже Само собой Буду задевать Вот этот вот Датчик Который У меня Здесь есть И Оно иногда Мешает Действительно Даже если так Даже если там Куда-то потянулся Зачем-то Там куда-то Взять Оно реагирует И это не совсем Удобно Перелистывать Когда перелистываешь Нужно четко Понимать Что Тебе нужно Повернуть раз И чтобы Вернуть руку обратно Тебе нужно Либо поднять Чтобы не задеть Этот датчик Либо там как-то Убрать ее Снизу То есть Если мы просто Сделаем Если нам нужно будет Быстро перелистнуть Мы сделаем вот так Раз И рука вернется Обратно И перелистнет Обратно Эта страница То есть Да это прикольно Это круто Это Интересно Но Это абсолютно Не Эргономично То есть Неудобно Мне эта функция Не понравилась Я думал Что это будет Очень удобно И классно Но Немножко не то Игры Игры я запускал Разные Но Скажем так Не все подряд Запускаются То есть Они устанавливаются Они Там Воспроизводятся Но Уже При Открытии Непосредственно Игры Телефон Выкидывает На рабочий стол Не знаю С чем это связано Но Такое Есть То есть Возможно Нужно Какую-то Прошивку Более Другую Поискать Может быть С обычным Андроидом Не знаю Но Вот Такое Есть У него Вот Вот А Аккумулятора, я тестировал этот момент на данной модели, на тёмном варианте. Значит, аккумулятор у нас заявлен 2600, это неправда, это фейк. Скорее всего, по моим результатам тестов, можно сделать вывод, что аккумулятор где-то 2 или даже меньше 1000, то есть, аккумулятор в районе 1800. Значит, в синтетический тест, у меня показал Antutu Tester 445 баллов. Вот его данные. В принципе, по вот этим данным можно сделать вывод, что разряжался он довольно-таки плавно, то есть, не будет никаких скачков в процессе работы, не будет никаких таких моментов, что вы зарядили телефон, 30% село у вас за 2 минуты, а потом день работаете на телефоне. Нет, всё в порядке. И тестировал я данную модель при воспроизведении видео на максимальной яркости. Ну вот, за полтора часа у меня съела со 100% до 55%. Дальше времени не было, поэтому вот такой вот тест. Если говорить о камере данной модели, то это можно разговаривать как о минусе сразу же, потому что то, что показывает нам Antutu, это, конечно же, бред, что тут там 13-мегапиксельная камера. Это всё-таки копия, и копия не слишком дорогая. Я пришёл к тому выводу, что, смотрите, здесь у нас 6-мегапиксельная камера задняя, ну, скорее всего, это как вот программная такая цифра. Скорее всего, интерполирована камера до 8-ми мегапикселей, а реальных 5. Но качество фото мне не нравится абсолютно. Когда мы идём в настройки видео, здесь видео... Можно даже прямо сейчас проверить, в каком формате оно будет записано. Вот коробка. Автофокус, в принципе, работает, всё в порядке, то есть тут нареканий нету, но сама матрица очень слабенькая. Ну, давайте вот просмотрим формат данного видео. Вызывает вот такие вот ошибки иногда в камере. Видите, именно когда данные хочу смотреть. Ну, я думаю, что данная модель снимает в формате 720p, и это будет нормально, потому что всё-таки камера... Это слабое место данного смартфона. Я даже не буду снимать, там, вылаживать на YouTube пример видео, потому что он будет плохой. Я сделаю фото-видео, выложим внизу, вот здесь, под данным роликом в тексте, как описание. Работу GPS тестировал я на данной модели, тестировал в домашних условиях, не выходил я на улицу. Поэтому словило у меня, скажем так, по схеме только правую часть спутников. Вот, вот так вот он словил, но, в принципе, точку на карте он нашёл, и расположение спутников, сейчас вам тоже покажу. Вот так это выглядело. Скорее всего, когда вышел бы на улицу, небо бы полностью открылось, и все вот эти вот спутники, и в этой части тоже, он бы нашёл, распознал. То есть, GPS рабочий, можно пользоваться навигатором. Что ж, можно подводить итог. Модель выпускается, как я уже говорил в начале, в двух вариантах, тёмно-синий и белый вариант. У тёмно-синего две симки, у белого одна симка. Прошивка стилизирована под Samsung S4. Всё довольно-таки хорошо, плавно работает. Несмотря на то, что дисплей имеет разрешение всего 960 на 540, по нынешним меркам это слабенький показатель. Модель очень имеет хороший экран. То есть, за эти деньги, экран яркий, сочный, такие цвета насыщенные, хорошие. Из положительных моментов, что могу сказать? Ну, во-первых, конечно же, это сходство с S4. Это хорошая копия. То есть, нареканий на корпус у меня нет, сборка отличная. Рамочки вот эти вот очень тоненькие, то есть, ну, похоже. Прошивка тоже мне понравилась. Из минусов, конечно же, это камера. Конечно же, это, скажем так, иногда баги этой прошивки. Опять же, самой внешний вид мне нравится. Как она работает, мне всегда нравится. Половина игр у меня вылетали, половина запускались. То есть, ну, тут уже нужно играть с кэшем, играть, может быть, с прошивкой. Видео запускалось нормально. Всё с определенными программами запускается и Full HD. Что ещё в данной модели? Камера минус, аккумулятор. Ну, аккумулятор, в принципе, на нормальном уровне. То есть, этого будет хватать, то, что я показал в тестах, будет хватать, но на 1-2 дня в режиме нормальной работы. На этом всё. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если понравилось, оставайтесь с нами, пишите комментарии. Мне очень приятно делать для вас видео. Спасибо, всего доброго. Спасибо.